Мы, друзья, придя в аэропорт международный Сан-Франциско, встречая нашего сегодняшнего гостя, затыкаемся на нашего давнишнего гостя. Хотя не так давно, когда вы приехали? В мае 2012. Ну, то есть годик только и прошел. Я помню, как вы так трогательно ехали с супругой из Загорского, да? Ну да, с Сергеем Посадом. Так расскажите, вы недолго у нас учились, месяц-полтора, месяца-два и сразу на практику работали. Как долго были на практике? Почти год, наверное, месяцев 11. То есть вы там вас из практикантов переводили, там еще во что-то? Да нет, я как-то сам. В компании? Да. Ну, подождите, вот этот год, вы же не получали там 15 долларов ученических там? Побольше было. То есть вы росли потихоньку? Да. Вы там с мобилками работали, с GPS, с навигацией, и после этого что произошло? После этого, ну, я подумал, что нужно как-то дальше двигаться, что нужно что-то еще делать, там уже я потолка какого-то достиг, и подумал, что интереснее было бы здесь какие-то новые проекты с более англоговорящей компанией попасть, язык потянуть. А эти были какие? Ну, эти китайские-китайские-говорящие, скажем, да. Ну, хорошо, так подождите. Так вы как давно перешли-то на новое место? Новое место? Да. В этом году я не помню уже, месяца 3-4, наверное. То есть вы 3-4 месяца сейчас где уже? Google. Прям Google как Google. Ну, через, опять, через контракт, понятно, да. Ну, интересно в Google? Ну, конечно, интересно, там информация много разных проектов. Вас не обидели материально? Нет, не обидели. Хорошо. Ну, full-time, конечно, там получше будет, но тоже неплохо. Ну, ничего, поработаете там, потом дальше пойдете. Да, может, какой-то вариант. А что, ваша супруга, вот я помню, она такая скромная, девочка, тихая, маленькая совсем, да? А сколько их будет? Столько же? Работает за СМИ. А мне казалось, вам учились 18, нет? А сколько? 21 каждый. Ну, господи, ну, 21. Молодежь, кстати. Это вам сейчас 21? Да. А приехали 20 было? Да. Ну, что же, это молодые. Не пьют, не попить ничего. Да. Не продают вам пиво? Не продавали. Так вы не ездили больше в... Как вы Загорск там назвали? Нет. Зачем? Ну, вы встречаете маму или тещу? Маму. Свою собственную? Да, лучше пусть они к нам, чем мы. Хорошо, ваша собственная мама, у вас у нее сколько? Детей. А, у нас детей? Двое, я и брат. Старший, младший? Старший. Там живет? Там живет. Так хорошо, а мама приезжает, мама-то молодая совсем-нибудь? Ну, молодая, 40. Так как вообще жить не начинала? С чем-то. Да юная просто мама? С чем-то. Ну, мы ее сейчас увидим. А, она с нашего же рельса идет, да, из Лондона. Ну, что же, хорошо. Я очень рад, что мама, потому что у вас есть возможность там привезти маму, ее развлечь и как-то настроение. Ну, я вот возьму отпуск, покатаюсь по штатам, может какие-то там местные убережья посещу. Ну, что же, шикарно. У вас в семье сколько автомобилей? Один. Жена не водит? Нет. Ну, она есть права, но я ей не сильно даю, самому надо. А вот друзья у вас всякие есть какие-то там тусовка? Конечно, это все со школы и здесь живущие все. Но вы ходите на барбекю по выходным, едете к океану? Есть такое? Да, в основном вот кто со школы был, с кем связи остались, кто-то кого-то еще знает. Ага. Так на место все. Но вы как бы, как тестер, это у вас как бы такая временная отдушина, или вам нравится, и вы хотите дальше, или как? Ну, я так чувствую, что я сейчас больше с документацией работаю, и у меня, походу, все идет в лиды какие-то, какие-то начальства. То есть мне нужно язык подтягивать. Да, я думаю, как-то больше у вас. Ну, что же, ладно, спасибо, давайте ждать вашу маму. Так, вот у нас и мама появилась долгожданная. Как зовут маму? Галина. Вы прямо в этом вот Сергии в посаде и живете. Уже в Москве. А? Уже в Москве. Уже в Москве. Так, а чего не в посаде? Я пришла замуж. Ты громко говорите. Я пришла замуж и живу в Москве с мужем. Ой, поздравляю. Ну, как хорошо. А муж вас легко отпустил? В Сан-Франциско к сыну повидаться. Он сказал, что не очень долго там заняться. А ехал бы с вами? Нельзя. Он дом строит. Дом строит в Москве? Или в области? Да. Я километров от в Москве. Можно сказать, что в Москве. Хорошо. Так вы чем занимаетесь сами? Я домохозяин. Потому что нужно сейчас строить дом. Это неплохо. Поэтому нужно власть и власть для строителей. А вот вы невестку. Вы ее знали до женитьбы или узнали после? Нет, узнала до. То есть вы одобряли кандидатуру? Конечно. Вы ее зовете доченькой или как зовете? Раз сын выбрал, значит. Как невестку зовете? По имени Анечка. Не то, что там дочечка. Анечка. Ну что же, хорошо, очень приятно. А вы, может быть, скажите пару слов ребятам, которые нас смотрят. Вы тоже смотрите наш канал? Да, смотрим. Он рекомендовал смотреть вас. Так. Ну скажите что-нибудь ребятам. Просто у вас такой голос тихий с дороги. Что не сказать. Приезжайте в Сан-Франциско, посмотрите своими глазами. Вы надолго. На три недели. Ну, шикарно. Заходите к нам в школу еще. Хорошо, спасибо. Поделитесь впечатлениями. Так, теперь вместе сделали ручкой и сказали привет. Всем привет.